Всем привет! И сегодня я нахожусь в Нидерландах на новом скалдроме, который расположен в церкви. Поэтому помолимся, поставим сердечки и погнали! Первая трасса в этой церкви по зеленым зацепкам Еврохолдс 6Б плюс категории. Стар с подхватом. Финиш. Сегодняшнее видео будет не совсем обычным. Я сделаю то, что в России строго запрещено, а конкретно лазать в церкви. В последнее время все больше и больше людей становятся в Европе атеистами. Именно поэтому церкви больше не финансируются, и они закрываются и разрушаются. Чтобы поддерживать церкви в том же состоянии, церкви сдают, общины на этом зарабатывают деньги, а бизнес процветает и развивается. Один из таких примеров — церковь в Вайнховене. Я постараюсь полазать на каждой из плоскостей скалодрома, показать вам, как выглядит скалодром, как выглядят раздевалки, где находится алтарь, где находится зона УФП и СФП, а где можно выпить пивасика. Погнали! Несмотря на то, что я лазал 4 дня подряд, и сегодня 5-й, мне все равно необходимо размяться. И я разомнусь на первой трассе по Illusion Holes. Классные доцепки. 4C категории, обратите внимание. Категории подписываются в самом низу. Достаточно интересный вариант. Выглядит стильно, мало визуального мусора. Мне нравится такой вариант раскраски. Старт. Маленькие стикеры рука. Кажется, у них потерялась рука. Я думаю, это была стартовая. Но здесь мы скалодроме хедсеттера, я у нее спрошу чуть позже. Итак, вторая трасса на разминку. Достаточно простая. 4C, действительно 4C. Можно посидеть, отдохнуть, помолиться. Алтарь прямо перед нами. Хорошее место, чтобы провести выходные. Немного прибираемся в Доме Господня. И следующая категория у нас 6C. Фиолетовые зацепки X-CAL. Тут важно уточнить, что все черные рельефы есть по умолчанию во всех трассах. Как правило, они достаточно плохие и пассивные. И при этом они не из дерева сделаны, как обычно. А из стеклопластик. Следующая трасса Pellusion Holes. Большие желтые. Здоровенные зацепки. 6C+. Категория здесь. Кстати, вот эти зацепки использовать нельзя. Они просто обозначают категорию. Интересная работа с ногами. Левая, правая. И прыжочек достаточно комфортный. На удивление, очень приятный рутсейдинг. Мне нравится. Продолжаем разуминаться. Я пообщался с местным хедсеттером скалодрома. Он порекомендовал мне семерочку АПО розовым флэтхолдом. Говорит, одна из его любимейших трасс. Ну что ж, затестим. Как будто бы немного ростовухи. Хорошая трасса. С аккуратным лазанием. И может стоять даже на баланс. Мне понравилось. И ручки для слаза есть. Нашел еще одну неплохую разминку с динамичным движением. Старт рельеф чита. И затем поблепил рельеф из зацепки. Старт тут, конечно, в трики. Вот. Старт. Раскачаться. Нет, финиш. Край острый. И очень много пыли. Край не сняли в фаску. И он, получается, просто резко обрубается с фанеры. Моты довольно приятные. На удивление. Они сделаны на небольшом подъеме. И, видимо, они немного пружинят. И когда ты спрыгиваешь, тебя не вкидывает вверх, а прям пробивает вниз. Что довольно комфортно. То есть на колени нагрузка чуточку меньше. Ну что, переходим к более сложным категориям. 7B. По желтым иллюжен холдсам. Желто-белые зацепки. Тяжелая трасса. Но я же не зря тренирую щипки. Время показать, насколько прокачались мои щипочки. Старт сидячий. Я бы сказал, даже лежачий. Промахнулся. Кожа стерта. Скользят очень сильно. Вторая попытка. Промогнел зацепки. Теперь, надеюсь, будет лезть чуточку полегче. Не сильно много отдыхал. Потому что нам еще ехать в Люксембург. Стало промокнуть, и стало сразу проще. Хорошая трасса. И зацепки классные. Не зря тренирую щипочки. Но я дал бы 7B+. Помещение церкви достаточно небольшое. Поэтому много тяжелых трасс здесь не крутят. И ориентируются больше на новичков и любителей. Поэтому одна из самых сложных трасс по белым вольт зацепкам 7B+, категории, находится сзади меня. И это единственная 7B+, на скалодроме. Попробуем ее зафлэшить. Сидячий старт. Попробуем ее зафлэшить. Скалодром официально пройден. Я залез в самую тяжелую категорию на Flash. А теперь мы просто покажем вам, как выглядит скалодром, красивые картинки. И в конце я вам расскажу что-нибудь интересное. Но несмотря на то, что почти вся церковь арендована, есть небольшая часть, где вы можете поговорить с Богом. Специальная дополнительная трасса, последняя. Желтые зацепки, семя категории, еврохолд. Это новые зацепки, я их нигде не видел, не трогал. И вот в первый раз по ним лезу. Очень интересные формы, потому что они ручки, которых достаточно мало. Немного пропустил. Два мерзких мидерка. Наверное, для тех, кто пониже, они актуальны. Я, пожалуй, их использовать не буду со своей кожей. Будет сильно больно. Всем большое спасибо за просмотр видео. Я надеюсь, вам понравилось и было интересно. Красивый вид на меня через витраж попадает солнце. Поэтому такая красивая картинка. Не забывайте подписываться, писать комментарии, ставить лайки. Это очень важно. Большой процент людей смотрит мои видеоролики без подписок. Что плохо на самом деле для канала, потому что YouTube считает, что не совсем интересный контент. На него не подписываются. И из-за этого просмотры чуточку сокращаются. Также большое спасибо тем, кто подписался на Members. Эта подписка помогает мне финансово. Вы подписываетесь на Members. Я делаю подобный контент, где я снимаю специальные видеоролики, которые вы можете посмотреть. А помимо этого, я часто стараюсь загружать видеоролики заранее. И, конечно же, все деньги, которые я получаю с этого, я трачу на рекламу своего YouTube-канала. И вы видите, есть большой прирост пользователей. Спасибо вам большое. Ну и, конечно же, тем, кто подписался на мой Patreon и Boosty. Ссылки в описании. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok